Для Алексея Балабанова фильм «Я тоже хочу» вполне может считаться исключительным. И дело даже не в том, что он снял его в непривычном для себя фантастическом ключе и изобразил в нем свою собственную смех. Просто это другой фильм. Свидетели утверждают, что это самые личные и интимные картины режиссера. А продюсер Сергей Сильянов уверен, что в данном случае аудитория фильма будет даже шире, чем традиционная Балабановская. В этом замысле у Леши Балабанова есть некий элемент такой фантастичности, даже мистичности некой. Это необычная для него работа. Съемки проходили в Петербурге и Вологодской области. Съездив летом дозором по древнерусским святыням, Балабанов придумал православное роуд-муви, в котором каждому достается по заслу. Узнав о том, что где-то в захолустье есть чудо-колокольня счастья, прибирающее всех, кому больше нечего ловить на этой земле, четверо героев садятся в бандитский джип и отправляются в дороге. Загадочная колокольня функционирует как социальный лифт. Хороших берет, неопределившихся отправляет погулять еще. Отделив каждого из героев по справедливости, Балабанов на себя не обидел. Он появится в фильме всего на нескольких минутах. Режиссер не скрывает, что его герой в картине должен умереть. И вот как он сам объясняет, почему решил дебютировать как активно. А мне сказали полгода назад, что я умру. Потом, когда я не умер, мне главный врач больницы сказал, «Если бы не ваше сибирское здоровье, то вас бы уже не было». Для этой мистической истории Балабанов выбирал непрофессиональных актеров. Алексей Автебрилович говорит, что так интереснее. И ему изгутерин. В ленте «Я тоже хочу» из постоянных лиц Балабанова только Александр Мосин, давний друг режиссера, снимавшийся в «Кочегаре», «Тунзе 200» и «Гофии». Здесь ему досталась роль бандита. Еще один непрофессиональный актер, который в скором времени, возможно, станет профессиональным и даже всем известным. Это символ Балабанов. Эту роль я получил случайно, потому что папа написал сценарий, и, в принципе, меня там быть не должно было, но случайно ему пришла мысль снять туда еще мальчика, который знает все, и он решил снять меня. Я согласился. Персонажа по имени музыкант в фильме играет музыкант. Участник группы «Аукцион» Олег Горбушев. Каково же было мое удивление, что это всего лишь злое похмелье! Величина Алексея, конечно, это просто гений. Сейчас еще пока, конечно, ревноватый, говорить о том, какой будет фильм, но то, что он будет шедевром, это однозначно. Не скрою, честно, совершенно. Потому что по-другому Леша не может снимать, и как он снимает, я вижу. Есть много причин, чтобы ждать картину «Я тоже хочу». Хотя вполне достаточно и одну, главную причину. Это новый фильм Алексея Балабанова. У меня все фильмы про себя. Все. И этот тоже. Здесь больше, потому что здесь я свою морду показал. Чего я раньше никогда не делал. Субтитры создавал DimaTorzok